Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Какие новации внедрены в сфере регистрации и учета налогоплательщиков в 2017 году? Какие сервисы помогут в начале ведения бизнеса? И что предполагает гражданский контроль за качеством услуг? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лонин. Здравствуйте, Андрей Иванович! Здравствуйте! Добрый вечер у нас! Скажите, пожалуйста, что нового появилось в законодательстве налогом в этом году и на что налогоплательщикам стоит обратить свое внимание? Что меняется? Ну, прежде всего, сразу скажу, самое на наш взгляд новое – это отмена типографических бланков свидетельств, которые используются при государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. И постановка на учет физического лица. Это как все привыкли видеть, что предприниматель, что юридическое лицо, когда заходите к ним в офис, у них, как правило, на видном месте висит такой красивый бланк с голограммой, что он зарегистрирован, что он отделяется индивидуальным предпринимателем. И у физического лица, тоже у многих это есть наверняка на руках, свидетельство о постановке на учет с присвоением ННН. Все привыкли видеть его с голограммой, с номером. И с 1 января данное свидетельство, бланк типографский, отменен. А что будет вместо? Теперь, во время регистрации, когда документы поданы на государственную регистрацию, регистрирующий орган по результатам рассмотрения будет выдавать вместо этого свидетельства соответствующий лиц записи, который тоже будет подписан должностным лицом и поставлен на печать на нем. Соответственно, он будет такой же самый документ, иметь ту же самую силу, что и свидетельство. Но свидетельства больше как такового не будет. Те старые, которые выдавались, они остаются, они никуда, они также имеют свою силу юридическую, потому что никто их не отменял, они будут. Но новшество вот это, что при государственной регистрации документ свидетельства не выдается. Выдается только лист записи. Данное новшество было сделано для удобства. Это у нас была дорожная карта в Российской Федерации, которую правительство утвердило, что оно выполнено. И в дополнение к этой дорожной карте, там как раз подразумевалось сокращение процедуры регистрации, упрощение, чтобы любое физическое лицо могло свободно зарегистрироваться. И в рамках этой дорожной карты было сокращено время принятия решения о государственной регистрации. Это стало три рабочих дня, не более. Раньше было пять рабочих дней. И упрощается пакет. Если мы не выдаем уже свидетельства, значит выдача документов на руки осуществляется меньше. Кроме того, в ближайшее будущее уже официально будет утвержден типовой устав юридического лица. Это будет говорить тоже о том, что при государственной регистрации заявители не будут представлять на бумажном варианте устав типовой. Это будет только в документе о заявлении о госрегистрации будет ставиться отметка, что данное юридическое лицо работает с типовым уставом. Это тоже делает проще. Соответственно, это будет меньше бумаги, человеку меньше нести. Он будет работать с типовым, который будет общедоступен, размещен на сайтах официальных. И все могут видеть, какие требования, как работает это общество. Это вот что касается регистрации. И в следующем еще одна новость, которую как бы все ждали, и мы надеялись, это федеральными законами внесены изменения в налоговый кодекс, в котором сделали экстерриториальность принцип. Это имеется в виду, что до 1 января 2017 года, чтобы получить свидетельство о постановке на учет физическому лицу, ему было необходимо явиться или подать заявление только в тот налоговый орган, где он был прописан. В случае с ним не было прописки, в Российской Федерации у жителей России, но нет прописки, он должен был обратиться по месту пребывания в инспекцию. Это было до 1 января. С 1 января 2017 года сделано упрощение. Это говорит о том, что физическое лицо, где бы он ни находился, где бы он ни был прописан в Российской Федерации, он имеет право обратиться в любой налоговый орган с заявлением, чтобы ему выдали свидетельство о постановке на учет, если он его не получал, либо присвоили ИНН. Поэтому и тот налоговый орган, куда он обратился, обязан поставить его на учет, если никаких нарушений нет, ни замечаний, ни заявлений заполнены правильно, и выдать соответствующий документ. И вот этим документом, опять же, будет свидетельство называться. Но это будет свидетельство не как все привыкли на благо типографии, так его отменили. Это будет свидетельство, изготовленное на формате А4 листочки, подписанное должностным лицом и также скрепленное печатью. Но остается только один принцип, это принцип присвоения ИНН. ИНН ему присвоят, первые две цифры ИНН будут именно того региона, где этот человек прописан. Я могу обратиться за ИНН в Самаре, а сам буду быть прописан в Петербурге. То ИНН у меня будет начинаться, если у меня раньше не было, то ИНН у меня будет начинаться на 78, что это Петербург. А документы все выдадут туда, где я обращаюсь, любая инспекция, кто занимается постановкой на учет. Понятно. Налоговые органы поворачиваются лицом к предпринимателям, к юридическим лицам, какие-то упрощения, о которых вы рассказали. А вообще какая ситуация сегодня с развитием малого-среднего бизнеса в Самарской области, с желающим, с количеством желающих открыть свое дело начать? И какое отношение к этому имеет налоговое? Вот именно в ликвотах, еще в чем-то? Как помогает? Налоговое в части регистрации. Вот я уже как сказал, что идет процедура упрощения регистрации, подачи документов. Есть уже несколько способов подачи документов. Либо можно прийти лично, либо отправить почтой заказным, либо передать документы на государственную регистрацию через нотариуса, либо передать документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, которых очень большое количество. Либо подать напрямую через портал госуслуг, либо с сайта налоговой службы с использованием электронной цифровой подписи документы. Подача документов с использованием электронной цифровой подписи в электронном виде способствует тому, что заявители и юридические лица могут не приходить в регистрирующий орган. Он дистанционно направил все документы. Если все документы в порядке, регистрирующий орган принял решение о госрегистрации, все документы по регистрации, это ли записи, уставы, экземпляры, они все будут направлены, как получены в электронном виде, так они в электронном виде назад и будут отправлены. И тоже в течение трех дней этот срок сохраняется? В создании три дня сохраняется, ничего не меняется. Просто еще есть один нюанс, что если, как вот у нас все люди привыкли, что надо иметь на руках документ, не то, что он в электронном виде, вот он есть, а я хочу его пощупать руками, чтобы он был. Это да, больше уверенности придает. По закону допускается, что заявитель может написать заявление в произвольной форме с просьбой выдать вот эти документы, которые по электронке он подал, выдать мне почтовым, либо на руки, тому-то, тому-то. И при получении данного запроса регистрирующий орган выдаст эти документы. Также эти документы, если направлялись через нотариуса, что тоже возможно, простите, может выдавать, будет выдавать нотариус. Да, вариантов значительно больше стало. И какие возможности еще для развития бизнеса предлагает реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, мы сейчас увидим это из ролика. И дальше вы еще прокомментируйте, распространите эту тему. Пожалуйста, посмотрим. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет мгновенно получить подтверждение статуса вашей компании, а также предоставляет новые возможности для развития вашего бизнеса. При помощи поисковой системы сайта налог.ру вы можете найти информацию о том, относится ли компания к малому или среднему бизнесу. А с помощью расширенного поиска найти поставщика необходимой продукции. Для этого укажите в форме поиска вид продукции и наличие опыта. Вы также можете отметить, является ли продукция инновационной или высокотехнологичной, и указать другие параметры поиска. Эти сведения заполняются компаниями самостоятельно при помощи специального электронного сервиса реестра. Для работы с ним необходимо войти в реестр с помощью ключа электронной подписи. Если у вас нет электронной подписи, то ее можно получить в одном из удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязи России. Их перечень указан на сайте ведомства. Пройдите по ссылке «Вход». Система на основании информации, содержащейся в ключе, идентифицирует вас и предоставит возможность работать с ней. Теперь вы можете уточнить информацию о вашей компании или внести сведения о выпускаемой продукции и оказываемых услугах. Нажмите кнопку «Редактировать сведения» и заполните необходимую информацию. Теперь эти сведения будут доступны всем пользователям реестра. Пользуйтесь. Желаем удачи. Итак, сколько желающих открыть новое дело и вообще вот этот реестр, из скольких состоит юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в числах, в такой статистике? Хотелось бы сразу сказать, что по привозному федеральному округу Самарская область традиционно занимает, входит в пятерку регионов, в которых проходит увеличение в создании новых субъектов, юридических, индивидуальных предпринимателей. Вот у нас по итогам 2016 года было зарегистрировано более 25 тысяч субъектов, это включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Повторюсь еще раз, что это по итогам 2016 года, это мы входим в пятерку по привозному федеральному округу. Даже мы или третий, четвертый нас обгоняют немножко. По реестр малого и среднего предпринимательства, о котором вот был сейчас ролик, я рассказываю, что реестр позволяет действительно осуществить эффективность стимулирования развития бизнеса. Показывает, в этом реестре можно действительно найти любую организацию, которая включена в данный реестр. Чем хороший этот реестр, что он наглядно показывает, какое состояние бизнеса на какой территории. Потому что, зайдя, вот как было сказано в нашем ролике, зайдя на этот сайт, реестр, можно получить чисто статистику всех юридических и индивидуальных предпринимателей, включенных в этот реестр. Так вот, по Самарской области на 10 января в этот реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включено более 124 тысяч субъектов. Это порядка 70 тысяч юридических лиц и 54 тысячи предпринимателей. В том числе все вновь созданные организации, это порядка 25 тысяч, как я сказал, они тоже включены в этом реестре. Этот реестр, еще с чем хорошо, с тем, что он собирается автоматически с использованием информации, имеющейся в налоговом органе. Это средняя списанная численность, а и выручки по доходам. Это позволяет юридическим лицам, ну, не заставляет юридическим лицам, как было раньше, ходить и доказывать, что ты являешься субъектом малого предпринимательства. Посмотря в этот реестр, сразу увидит. Если вдруг в этом реестре юридическое лицо знает, что он как субъект, но он там себя не видит, они обращаются в налоговый орган, налоговый проверяет информацию. Если все действительно подтверждается, что он субъект, ну, и налоговый орган добавляет, и эта информация попадает в этот реестр. Основная масса, конечно, это физические лица. Мы же все являемся налогоплательщиками, соответственно, мы все стоим на учете. Поэтому у нас больше юридических лиц, да, у нас более 110 тысяч юридических лиц, зарегистрированных на сегодняшний момент, которые имеют статус действующий юрлицо. И порядка 68 тысяч, больше чуть-чуть, и данных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Поэтому у нас бизнес развивается. И последнее, вот мы как смотрим за тенденцией регистрации и ликвидации, в настоящее время регистрация превышает процент, ну, на сколько превышает ликвидацию. Поэтому у нас в области идет тенденция, как бы, что новый бизнес у нас регистрируется, развивается. А вот если распространить чуть-чуть тему ликвидации, это тоже просто сделать? Или здесь есть своя специфика, особенности и сложности тоже? Ну, тема ликвидации, также у нас закон о государственной регистрации 129-й заявительный, там есть целая глава, которая посвящена процедуре ликвидации. Ликвидация, она, ну, сроки ее ликвидации не изменились, они регулируются гражданским кодексом, законом о госрегистрации. Также подается заявление, документы. Есть журнал, вестник государственной регистрации, куда обязаны все при ликвидации давать сообщение о том, что мы приняли решение о ликвидации. Процедура тоже, эта процедура прописана на сайте, если зайти на сайт налог.ру, в электронные сервисы, там есть такой сервис, это прием, подача документов для государственной регистрации, для новоплательщиков. Там как с использованием ЦП, так и без использования ЦП. Есть программное обеспечение, которое позволяет, если его себе скачать на свой компьютер, рабочее место, можно при его помощи заполнить сами заявления. И направить, если есть ЦП, подписать, если нет, для ЦП. А ЦП это что? Ну, это электронно-цифровая подпись. А, вот, вот, это тоже. Ну, просто мы говорили не в сокращенном варианте, а это вот теперь будем знать, что такая есть аббревиатура. ЦП, электронная подпись. Аббревиатура. И все-таки вот если вернуться к тому, когда подает только вот новоиспеченный предприниматель документы, о чем нужно помнить? И еще раз, варианты какие существуют? Просто вот перечислить все-таки на регистрацию. Когда человек подает, он изначально, прежде чем подать документы, он сначала должен для себя решить, чем он будет заниматься и как, в каком виде. Либо это будет юридическое лицо, либо это будет индивидуальный предприниматель. У нас свобода выбора правильная, поэтому человек должен подумать, прежде чем подать документы, он думает, чем я буду заниматься, с кем и как. Это первый шаг. Потом идет уже шаг на сбору документов для того, чтобы зарегистрироваться. Это можно использовать, так я уже повторяю еще раз, на сайте налог.ру в сервисах подачи документов. На нашем же сайте налог.ру в разделе регистрации там прям есть полная пошаговая инструкция вашей действия для регистрации юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей. На этом же сайте можно, заполнив документы, заплатить госпошлину. Там также есть раздел заплатить госпошлину, через Бирбанк онлайн проходит, через любые банковские системы. Это можно заплатить, распечатать эти документы, если вы хотите. После того, как документы будут готовы, я повторю, что только при государственной регистрации есть такая возможность, что юридические лица, вновь создаваемые, которые несут заявление по форме R11001, если они пришли непосредственно в регистрирующий орган, имеется в виду учредителя, например, мы с вами двое решили учредить юрлицо, и мы не хотим платить за свидетельство нотариально, потому что раньше заявление должно быть обязательно нотариально за свидетельство. Если мы только создаем, то законом допускается, если мы лично вдвоем с вами приходим в регистрирующий орган, подаем инспектору документы, что мы регистрируемся, при нем мы расписываемся в заявлении, что это мы, инспектор ставит отметку, и тогда заявительный на отпись нотариуса не надо. Но это касается только создания. А индивидуальным предпринимателям им сделали такую еще поблажку, что они данную процедуру могут еще и сделать в МФЦ. Не только в регистрирующий орган прийти лично, но могут и в МФЦ прийти, и также заполнив заявление, при сотруднике специалистов многофункционального центра подписать его. Многофункциональный центр его примет, делает отметку сотрудник, что действительно подпись была сделана в его присутствии, и эти документы направляются в регистрирующий орган для принятия решения. Вот вы так хорошо сказали, что мы с вами придем и начнем оформлять вот это юридическое лицо. Лицо, да. Но есть же, наверное, различные ухищрения, и предупредить людей о том нужно, что это же все как-то наказывается, если пойти незаконным путем. Через подставных лиц, я слышала, бывает и такое. Что это значит? Чем пользуются вот такие? Сразу еще хочу сказать, все-таки вот эти реестры игры Юл и ГРИП, они общедоступны. Тем самым они имеют статус публичности. И они очень востребованы, потому что практически все юридические лица ими пользуются, сталкиваются, все физические лица, если заключают какую-нибудь над услугу, чтобы мы оказали, они осматривают, есть ли вообще такой заявитель. Потому что часто бывает, что приходишь, заключаешь договор, тебе дают документы, услуга не оказана, ты заходишь, и оказывается этого юрлица тоже и нет давно, оно ликвидировано. Были и такие случаи, жалобы поступают, но это... И из-за того, что данный ресурс публичный, налоговой службой проводится работа по актуализации. Потому что мы сами понимаем, и все это понимают, что раз он публичный, значит, он должен быть достоверным. Чтобы этим достоверностью можно было отвечать, что физическое лицо добросовестное, он добросовестно посмотрел, увидел, что данные достоверны. Но на территории Российской Федерации у нас есть такая категория физически, как вы сказали, что они хотят заработать, подав свои паспортные данные, либо свое согласие, раз прийти к нотариусу, завизировать, что я действительно регистрирую фирму. Хотя цели такой не имеет. И регистрируется 5, 10, 15 организаций больше. Поэтому налоговая служба сделала уклон с прошлого года. Были изменения в 129-й, который позволяет налоговой службе проводить документы по проверку достоверности сведений, как включаемых, которые только подали документы на этапе регистрации, можно проверять, так и тех, которые уже содержатся в реестре. Если находится, что не содержится, что данные недостоверны, например, организация съехала давно, собственник говорит, что у меня никого нет, что я никаких договоров уже прошу исключить. Мы не исключаем, у нас процедура предусмотрена, законно. Мы получаем заявление, установленные формы, которые собственник пишет, что я возражаю против этих данных, которые уже включены в реестр. Направляем уведомления собственник, учредителю, директору с просьбой, чтобы они подали изменения достоверные, потому что у нас есть... Если в течение 30 дней не приходит от собственника движение, то в Едином государственном реестре появляется запись о недостоверности сведений. И поэтому уже новый контрагент, который будет смотреть, заключать, он видит в реестре запись, что отзанны недостоверны. И он уже подумает, прежде чем заключить с этим юрлицом какое-нибудь действие, потому что потом это может повлечь либо отмены договоров, либо непоставка будет, либо он потеряет. Ну, это уже будет... Человек сам должен посмотреть. И плюсы какие открытости вот этой системы. У нас есть ролик на эту тему. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой. Вопросом обеспечения достоверности сведений в государственных реестрах уделяется большое внимание. Особое внимание уделяется случаем ведения бизнеса через подставных лиц. То есть таких лиц, сведения о которых, как об учредителях, участниках организации или их руководителях внесены в единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение или даже без их согласия. В современном законодательстве за использование подставных лиц при регистрации организации, а также за внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. За представление в регистрирующий орган недостоверных сведений также предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере до 10 тысяч рублей. Повторное совершение такого административного правонарушения, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок до 3 лет. Поэтому будьте бдительны, не предоставляйте свой паспорт и не подписывайте заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации. Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособия по безработице. Кроме того, как учредитель или руководитель организации, вы не можете работать в государственных или муниципальных органах. Если вы считаете, что сведения о вас в Едином государственном реестре юридических лиц недостоверны, обращайтесь в регистрирующий орган лично или отправьте нотариально заверенное заявление по почте или направьте электронное обращение, подписанное вашей электронной подписью. Заниматься бизнесом через подставных лиц, как и быть подставным лицом, это нарушение законодательства. Не рискуйте. Андрей Иванович, а конкретные нарушители есть? Такие случаи выявлены уже? Мы говорим о том, что это возможно, да, такие схемы? Как раз вот к данному сюжету на территории Самарской области появились уже вынесены приговоры судов в отношении физического лица, который предоставлял свой паспорт для регистрации. Приговором суда она осуждена на один год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием зарплаты в доход государства. Просто повторюсь, что обращайте внимание самарцев, что вы не рискуете своей репутацией, не отдавайте свой паспорт и не подписывайте заявление на государственную регистрацию бизнеса, если вы не планируете заниматься в дальнейшем. Такой заработок чреват административной ответственностью, что не находится юрлицо по адресу, и уголовной. В Уголовном кодексе есть 22-я статья о преступлении в сфере экономической деятельности, в которых есть три статьи как раз о государственной регистрации, за которые можно привлечь, привлекают. Это за фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц, это статья 170.1, за незаконное образование юридического лица через подставных лиц, либо с использованием сведения о подставных лицах, это 173.1, и за незаконное использование документа для образования, создания, реорганизации. Это статья 173.2. Да. Вот в течение нашей программы выходит номер телефона доверия налоговой службы по Самарской области. Что это за телефон и какую информацию вы ждете? И вообще есть? Он востребован, этот телефон? Да, данный телефон, да, он востребован. Информация – это телефон, который позволяет нашим сотрудникам, нашей службе безопасности отслеживать коррупционные составляющие, потому что закон о коррупции действует, что мы все это следим. На территории Самарской области с 2015 года, с апреля 2015 года действует единый регистрационный центр. Это говорит о том, что регистрацию можно провести только в одной инспекции, в одном месте. Поэтому у каждого сотрудника регистрационного центра, принимающего документы, установлены, идет видеозапись и аудиозапись, которые фиксируют все документы, которые и видно, что, как себя повел сотрудник, как ему представил документы, как себя вел заявитель. И еще хочу сказать, что если вдруг вам стали известны факты коррупционных правонарушений, допущенных сотрудниками налоговых органов, в круглосуточном режиме работает телефон доверия управления Федеральной налоговой службы по вопросу противодействия коррупции. Это телефон 279-42-10. Да. Вот вы сказали, уже два года регцентр работает, да? Он оправдал себя? И какие-то итоги можно подвести? Потому что это в свое время было новшеством тоже. Вот люди как-то перестроились, привыкли к этому. Создание регцентра, оно действительно оказало хорошую положительную динамику в части того, что на территории Самарской области у нас теперь нельзя сказать, как вот когда-то до открытия регцентра, часто были такие вопросы, что вот в одной инспекции мне так сделали, в другой инспекции вроде бы так сделали. Сейчас этого нет. Сейчас на территории Самарской области действует одна, единый регцентр, который работает, набраны квалифицированные специалисты, которые работают, не допуская нарушений представления услуги, сроки в настоящее время, сроки соблюдаются, документы готовы практически все в срок, такого, чтобы их не было. За время работы единый регцентр уже произведено свыше 169 регцентрационных действий в отношении юридических и индивидуальных предпринимателей. Это в 2015 году было 76 тысяч, потому что он был открыт с 1 апреля 2015, соответственно, первый квартал не попал в регцентр. А за 2016 год уже регистрационным центром было проведено 93 тысячи записей. Цифры говорят сами за себя. Вот госрегистрация, она входит в перечень предоставляемых услуг. Скажите, а сами налогоплательщики могут как-то качество услуг предоставляемых оценить? Существует ли такая система? Да, в налоговой службе существует такая система, что есть возможность оценить качество получения услуги. Я вот скажу, который даже сам получал, что если заказываешь выписку, получаешь раньше было, и ты сейчас действуешь, получаешь выписку, и в твоем заявлении был телефон указан, что я получил. Бывает, что на мой телефон приходит на телефон, смс-рассылки. Наверное, многие люди уже видели, где Федеральная налоговая служба просит оценить качество оказания услуги, получения выписки. И этим обязательно нужно воспользоваться? Этим воспользоваться и сообщить. Это данные сообщения, они показывают, насколько люди удовлетворены, как работает рек-центр, как их... Кроме того, в каждой инспекции есть возможность сразу обратиться к начальнику инспекции, сказать, что я недоволен чем-то, что меня вот не устроила услуга. То есть обратная связь работает. Обратная связь работает. Это важно не только для самих потребителей услуг, но и для налоговой службы. Кстати, у нас есть еще и ролик и на эту тему. Давайте его посмотрим, и будем уже завершать беседу. Федеральная налоговая служба предоставляет много различных услуг, которые вы можете получить в инспекциях и на официальном сайте налог.ру. Повышение качества услуг является одним из наиболее приоритетных направлений работы ФНС России. Чтобы стать лучше и помогать вам решать свои проблемы быстро, комфортно и по существу, служба интересуется вашим мнением и совершенствует свою работу. Помогите ей в этом. Если вы обратились в налоговую инспекцию, обязательно оцените ее услугу по таким критериям. Сколько вы потратили времени в очереди? Были ли вежливы и компетентны сотрудники, с которыми вы общались? Комфортно ли было в помещении? Насколько доступна была представлена информация в инспекции? Есть несколько способов поставить свою оценку. Например, с помощью СМС. Для этого сообщите свой номер телефона сотруднику, который оказал услугу. Вам придет сообщение с федерального номера 0919. Отправьте на него свою оценку от 1 до 5. Оценка 1, если вам совсем не понравилось. Оценка 5, если вы были полностью удовлетворены. СМС для вас бесплатно. Вы также можете поставить оценку в помещении налоговой инспекции с помощью терминала. Выберите пункт «Меню оценка качества». Введите номер своего талона и оцените качество услуги. И еще один способ поставить оценку на портале «Ваш контроль». Зарегистрируйтесь на нем. Это несложно. Выберите инспекцию ФНС, где получали услугу. Укажите наименование услуги, дату и поставьте свою оценку. И не забудьте оставить свой отзыв. Это очень просто для вас и очень важно для ФНС России. Спасибо. Да, действительно, обратная связь важна. Спасибо за то, что вы пришли к нам в студию, рассказали о возможностях и бизнеса, и о нововведениях, которые касаются всех налогоплательщиков. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»